добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня давайте разберем обслуживание щелочных батарей ну вот в частности nk 125 мне привезли кратко об этих батареях эти батареи три года тому назад я вводил в эксплуатацию эти батареи используются для лодочного мотора лодка четырехместная лодочка довольно таки мощный мотор и эта батарейка как бы один раз у меня в год обслуживалась и до конца сезона на этих батареях мой товарищ выезжал и ловил рыбку за сезон он выезжал по нескольку раз батарейки вели себя довольно таки неплохо и в конце сезона он опять же привозил батарею и зимнюю спячку эта батарея отправлялась уже в заряженном состоянии значит что в том году также батарея лето отработала осенью он привез я ее зарядил после зимы он вот выехал на одну из рыбалок вернее на первую рыбалку на лодочке с его слов пару часиков на ней покатался и ему вроде как показалось что она начала сдуваться ну что ж давайте проведем очередное ее обслуживание вводил я в эксплуатацию абсолютно новые батареи они были сухо заряженные делал готовил сам электролит значит плотность электролита в этих батареях летняя должна быть 119 121 но зимние 125 127 128 даже я сделал 119 121 значит щелочь и дистиллированная вода была произведена заливка и 3 произвел первым первоначальных 3 зарядной разрядных цикла так батареи заряжаются эти 30 одним ампером разрядный цикл делается 25 амперами до одного вольта на элемент так что еще сейчас будем проверять уровень электролита будем проверять плотность электролита и будем проверять напряжение на каждом элементе но я уже проверил один элемент у нас показал плохие результаты скорее всего этот элемент возможно будет выходить из строя скорее всего он будет деградировать но опять же попробуем сделать разрядный цикл один и попробуем и посмотрим как этот элемент себя поведет итак друзья начинаем работу с этой батареи так каждую баночку я пометил первая вторая третья четвертая пятая 6 7 8 9 10 вот у нас не баночки это у нас будет считаться элемент и не давайте так давайте сделаю так что вам тоже было это видно это надо поставить мультиметр вот так что лишь видно будет его да видно и начинаем наши измерения так первая баночка первый элемент 1 293 1 293 2 элемент 1 295 1 295 3 элемент вот этот третий элемент он как раз и не внушает доверие 1 1 260 1 260 1 260 4 элемент 1 294 1 294 5 элемент 1 294 6 элемент 1 295 6 элемент 1 295 1 295 1 295 так вспышка потуха это говорит о том что надо торопиться так 7 элемент батарейка садится 1 295 1 295 1 295 8 элемент 1 296 1 296 1 296 9 элемент 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 1 296 1 296 1 296 кроме 3 баночки у нас все отлично да 2 306 1 296 1 297 1 297 1 297 3 297 2 307 3 297 329 3 297 2 297 3 298 очки с этой крышечкой не воды вот так вот так давайте замерим уровень так 12 12 12 12 здесь чуть-чуть уровень завышенный 12 12 12 12 так в одной баночке чуть-чуть завышенный слегка уровень теперь давайте будем заменять плотность плотность мы блин так не достать плотность 120 плотность такую плотность я и выставлял плотность должна быть в пределах 119 121 я и выставил 120 120 так вот здесь у нас 6 баночки уровень то маленький и плотность 122 так эту баночку оставляем а как я ее проебал здесь 7 миллиметров где-то так ну будем в эту баночку добавлять водичку 120 120 1,20 1,20 видимо вот эта баночка она у нас начала деградировать 1,20 и поэтому третья банка выкипать и уровень от этого уменьшилась уменьшился плотность повысилась 1,20 1,20 все отлично так в эту баночку я долью дистиллированной водички вот стоящую и сейчас мы сделаем еще один замер уже тестером тестером нас интересует постольку поскольку потому что пусковой ток мы вычислить не сумеем но мы сможем записать сопротивление и МРЦ общая батарея единственное что мы можем сделать определить какое-то сопротивление ориентировочно я буду выставлять 300 ампер потому что это тяговой батареи и особым пусковым током они не выделяются так давайте 350 выставим нас интересует прежде всего сопротивление ох ох ты так сопротивление 2560 батарея как бы заряжена 1289 нрц должно быть 13 вольт этой полностью заряженной батареи давайте все таки запишем сок 9 процентов пусковой 109 нрц 1289 и сопротивление 2560 2560 надеюсь видно вот так вот все отлично так но в принципе измерения мы закончили теперь время у меня остается мало ну сейчас 25 ампер я на нее кину и часть высадки сделаем сегодня батарея уже она уже просажена потому что на ней выезжали это второе а первое то что батарейки зиму простояли и есть и у этих батарей также естественно присутствует саморазряд за зимний период батарейка она должна потерять свои показатели так пока оставляю останавливаю запись в рубим телефон на зарядочку пока я это долю и буду подключать нагрузку для того чтобы высадить эту батарейку ну вот зажег такую новогоднюю гирлянду и что мы видим видим и вот следующие первое первый элемент у нас нормальный второй нормально высаживается нам надо высадить до одного вольта и 3 который проблемный вот он сразу показывает что он не тягни он не работает так нормально пятый элемент нормально шестой нормально седьмой великолепно 8 нормально 9 нормально 10 нормально 3 не нормально так сейчас буду звонить владельцу и с этим элементом нам нужно что-то делать что-то предпринимать потому что толку от этой батареи уже не будет в том году было все великолепно и изумительно но такое бывает вышло из строя одна баночка прошло почти два часа и вообще должен быть по идее 6 часовой разряд вот видим что уже батарея просадилась ниже 1 вольта и идет у нас разброс по банкам передние банки высадились быстрее так как у нас третья банка не дает здесь 1 0 5 810 975 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 идет большой разброс по всем баночкам так 832 534 его 3 оба на третья баночка у нас это что за что за на 1 и 7 вольта это что за на ваш пи не понятно 165 это чего у нас банка жива и начала выдавать 11 и 7 вольт ваш пи непонятно так 06 вольта 164 942 695 110 так сегодня отключу нашу гирлянду пусть батарейка отстоится до завтра и завтра продолжим издеваться надо ты батарейкой на сегодня достаточно ну что продолжим разряд нашей сборки перед началом разрядки давайте еще раз замерим показатели вообще нужно разрезать 6 часов 25 амперами так видим один двести семьдесят девять на первом элементе на втором один двести семьдесят девять вот этот вот у нас проблемный один двести сорок три проблемная баночка проблемная баночка проблемный элемент вернее так один двести восемьдесят три пятая один двести восемьдесят шестая один двести восемьдесят два один двести семьдесят девять один двести восемьдесят четыре десятое один двести восемьдесят два так ну что ж вешаем нагрузку вот это вот третья баночка позвонил владельцу сказал чтобы нашел какой-нибудь элемент чтобы эту третью проблемную баночку поменять возможно он привезет немножко другую батарею но пока будем заниматься разрядом прошло два часа разряда и мы видим такую странную картину значит вот так вот на батарее мы видим двести восемь милливольт а теперь внимание вопрос и теперь по каждой по каждому элементу первый элемент два ноля 41 второй элемент два ноля 117 мили вольт и третий элемент мы видим полтора вольт один пятьсот девяносто четыре третий элемент меня начинает возбуждать два ноля восемьдесят девять сто сорок один один вольт сто девяносто пять ноль сто двадцать восемь три сто двадцать четыре девятьсот восемьдесят и сто тридцать девять так ну что ж наверно мы наверно сейчас я кину дополнительно нагрузку на эту баночку одним ампером и посмотрим как она будет усаживаться вот это вот баночка нам не дает синхронизировать вот этот элемент не дает синхронизировать всю батарею целом как-то она ведет себя неадекватно ладненько вешаю нагрузочку на нее и продолжаем работу по разряду этой батареи нам нужно чтобы на всех баночках мы увидели одинаковые потенциалы и так прошло еще четыре с половиной часа и вовсе сложности мы высаживаем батарею это 6 небольшим часов так давайте замерим что у нас 084 по элементам 097 ну вот это вот этот элемент вообще для меня не потянет не понятен он показывает минус у нас на а нет ну-ка да он показывает минус минус 1 и 40 447 так здесь 191 мили вольт 084 так минус а нет ну-ка вот так вот 1 211 банка сильно этот элемент сильно опережает здесь 100 мили вольт 123 434 076 так цепляем нагрузку и и пусть батарейка стоит до завтра и уже завтра начнем с ней работать нужно дать и 8 часов заряда пока на сегодня работа закончена батарейка отстоялась после 6 часового разряда 17 часов давайте сделаем замеры по элементам так так 1 254 1 255 вот этот третий проблемный наш 1 191 так четвертый элемент 1 272 1 272 1 268 1 269 1 269 1 254 1 277 1 277 1 270 так ну наверное повешиваю еще нагрузку и на один 249 249 249 249 259 нужно подровнять хотя бы как можно поближе вот именно к третьему элементу который у нас отстает возможно он у нас еще и вылезет при заряде ладенько вешаю нагрузку и усаживаю дальше батарейку произвел еще часовую просадку теперь нам важно чтобы напряжение выровнялось до одного вольта на каждый элемент и теперь не займемся непосредственно зарядом что еще важно сделать перед началом заряда как видим крышечки у меня открытые крышки открыты но я их чуть-чуть прижал с помощью вот такого дерева для того чтобы дело в том что в крышках там стоят фильтра и эти фильтра они могут забиться щелочью в средстве этого если крышки будут на защелках их может либо их вырвать либо может произойти вход до разрыва корпуса поэтому мы открываем крышки но дело в том что крышечки на пружинках и чтобы их слегка прижать я вот использую такие небольшие грузы мы убиваем двух зайцев то есть мы даем свободный проход для свободный проход зарядный газов выход зарядных газов и не даем разбрызгиваться щелочью потому что при кипении потому что она будет активно покрывать все вокруг обязательно включаем вытяжку желательно включать и вот хотя бы на средние обороты так заряжать будем сварочным инвертором вот такого типа значит плюс естественно на плюс минус на минус и я сделал такую приспособу с крокодила с мощного крокодила значит медная проволока которая зажата и отпаяна в самом крокодиле также для мониторинга напряжения нам нужно необходимо использовать вольтметр но я использую обычный китайский вольтметр вот как видим у нас сейчас 10 и 2 вольта на батарее то есть по одному вольту на элемент что нам и требовалось доказать включаем инвертор так у нас сразу сети ампер но минут 15 возможно 15 возможно полчаса мы будем заряжать на 15 ампер так вот 15 ампер даю чтобы немножко потихонечку выровнять потенциалы батареи и потом уже начнем дальнейший заряд 31 ампером до достижения 18 вольт то есть на каждый элемент у нас во время заряда должно быть желательно не более 1 и 8 вольт а так вот как видим поперла на сразу напряжение батарея сейчас прославленная но полчаса дадим батареи принять первую первую ударную волну без всяких последствий для нашей сборки поперла напряжения это нормально батарейка прославленной и сейчас через полчасика уже начнем заряжать полным током так пока запись отключим полчаса заряжали на 15 амперами как видим напряжение допрыгала до 14 8 вольт и теперь мы девы ставим 31 ампер вот так вот есть один ампер и продолжаем заряд заряжать нужно не менее 6 часов но сегодня у меня 6 наверно не получится и обязательно мониторить температура аккумулятора она не должна превышать если без добавления лития электролита у нас без добавления лития то не выше 35 градусов батарея должна нагреваться если батарея нагревается значит ее необходимо отключить и дать ей остыть мониторить надо все элементы не так как я вам показал один там каждый элемент нужно проверять температуру и смотреть чтобы не было термометрии значит по достижению 18 вольт мы потихонечку убираем зарядный ток сейчас напряжение будет подбираться к 18 вольтам где-то в районе наверное двух часов и потихонечку зарядный ток мы делаем сброс уменьшаем и держим напряжение подпором тока 18 вольт выше давать все-таки не желательно полный заряд есть есть обычный заряд это 6 часовой усиленный заряд 12 часовой но сегодня поработаем пять часов с этой батареей дадим батареи отстояться до завтра и завтра еще я думаю часть к 34 может быть часть к 3 я с ней поработаю и батарейка уйдет в плавание по нашим рекам и озерам и так сегодня проработал 5 часов с батареи и буквально еще 20 минут тому назад на тридцати одном амперии напряжение было 17 вольт и тут вдруг резко прям в одну секунду напряжение увеличилось до 20 вольт что-то в батарее произошло и ток вот уменьшил до 21 ампера давайте посмотрим на термометрию так двадцать три градуса двадцать три двадцать два двадцать два так давайте замерим сразу инвертор 24 инвертор не греется 25 тоже холодный и теперь эту сторону давайте также замерим 20 21 21 21 19 также у нас все нормально 24 так что у нас мимо не греется здесь небольшой прогрев есть прямо 30 градусов ничего страшного Так, как будто вылетела пробка из бутылки шампанского С этим я сталкиваюсь Первый раз, видимо Что-то было на пластинах Скорее всего, вот в этой третьей банке И Она Отошло И разомкнулась Видать, было какое-то смыкание Пока ничего не могу Определенное в голову не лезет Но обычно Через 2-3 часа Заряда Напряжение легко подходило К 18 вольтам И Потихонечку Я убирал Зарядный ток Делал подпор Держал Старался держать 18 вольт Вот опять видим, что на 21 Ампере Напряжение опять по пюре Так Потихонечку Будем Убирать Убирать Так, 20 ампер 18 16 16 Так 16 Где-то 17 ампер Надо будет выставить Так Вот 17 ампер Да И Вот сейчас Заряд пошел нормально А так Как будто было Какое-то внутреннее То ли замыкание Ничего Пока не понятно Нужно эту всю систему Всю ситуацию Вернее Обдумать И осознать Ну, вот Видим, опять пошло напряжение Так 5 часов заряда На сегодня достаточно Дадим батарейке Отстояться Время уже 6 часов Так 6 часов И Пора собираться Домой Завтра, думаю Сделаю еще Посмотрим Как будет брать батарея Как От часу До трех часов Поработаем С этой батареей Короче Завтра будет видно А пока На сегодня Достаточно Зарядник Отключаем Батарейки Отстоялись 18 часов Даже 19 И давайте Попробуем Сделать Замеры По баночкам Это Конечно Немножко Не совсем Правильно 13 60 Не совсем Правильно Потому что Мы меряем Без нагрузки 13 13 62 Вот это Проблемная Баночка 13 67 Отлично 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 Все таки Она у нас Будем так говорить Пошла 13 53 13 62 6 13 54 13 63 13 52 13 52 13 52 13 13 62 Желательно Мерить Конечно Это Под Нагрузкой Но Проблема В следующем У меня У Аккумуляторного Пробника Сгорело Сопротивление Вот У меня Их Всяких Разных 5 штук Вот Есть Такое Такое Сейчас Попытаемся Хотя бы Вот Этим Такое И Вот Это Нагрузочная Вилочка И Вот Это Вот У Нас Как Раз Тот Аккумуляторный Пробник Который Нам Нужен Но Сгорело Сопротивление И Найти Его Пока Очень Проблематично Вот Этот Прибор 50 Где-то Восьмого По-моему Года Так Сейчас Отключу Вспышку Так Где-то Где-то Я видел Дату Изготовления Сейчас Одну Минуту Ага Нашел От 1959 Год Такие Старинные Приборы У меня Есть Вот Этот Прибор Это Аналог Нагрузочной Вилки Аккумуляторный Пробник Цена 13 Рублей Друзья Так Ну ладно Хвастаться Дальше Не будем Это У нас 87 Что Просадку Нас Интересует Именно Третья Банка Третий Элемент Гляха Муха Так Один Вольт И Здесь Также Видим Один Вольт Просадки Нету Так Один Вольт Один Вольт Один Вольт Один Вольт Один Вольт Один Вольт И Последняя Баночка Также Один Вольт Примерно 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 Все В норме Так Сейчас Собираю Сборку И Делаем Еще Один Наверное Трех Два Или Три Часа Посмотрим По Напряжению Значит Мысли По этой Банке Которая У нас Нам Парила Мозги Немножко Мое Предположение Что Все Таки Какой-то Кусочек Активной Массы Либо От Вибрации Либо От Удара Какого-то Может Неровно Поставили Батарею Или Еще Что-то Но Какой-то Кусочек Активной Массы У нас Отлетел И Замкнул Слегка Замкнул Батарею Поэтому Она И Показывала Другую Полярность Когда мы Замеряли То есть Полтора Вольта Когда мы Видели Это Распульсовка Была Такой Момент Очень Важный Дело В том Что По Отдельности Банку Отформовать Практически Невозможно Формуются И Вводятся В эксплуатации Только Сборки Дело В том Что Чтобы Ее Отформовать Нужно Зарядное Устройство Которое Выдавало Там Намачивыми Примерно Два С половиной Вольта И Что Мощность Этого Зарядного Устройства Была Ну В данном Случай Нам Нужен 31 Ампер И Почему Именно 31 Ампер Зарядный Ток Нам Нужно Активировать Именно Те Химические Реакции Которые Необходимы Для Полного Заряда Вот Таких Батарей Если Заряжать Меньшим Током Вернее Когда Батарея Только Вводится В эксплуатацию Ввод В эксплуатацию Проводится Немножко По другому Алгоритму Если У вас Сухие Батареи Заливаете Электролитом И Первый Цикл Проводится 25 Амперами Следует Пятичасовой Первый Разряд 12 С Половинами Амперах Значит До Одного Вольта На Элемент Дальше Мы Опять Заряжаем 25 Амперами Делаем Просадку Уже Шестичасовую 12 С Половиной Амперами И Последний Цикл Мы уже Делаем По полной 31 Ампер И Шестичасовой Заряд Ну Обычный Шестичасовой Усиленный Есть 12 Часовой В данном Случае Мы Не вашим Не нашим Будем делать Восьмичасовой Заряд Пятичасовой Заряд Мы Произвели Вчера И Сегодня Три Часика Мы Еще С Этой Батареей Поработаем И Я Думаю Что Этого Будет Вполне Достаточно Чтобы Серега Лето Отъездил Ну Все Зависит Опять Ж От Интенсивности Его Езды Не Езды А Плавания Как Он Будет Как Моряки Говорят Они Не Плавают А Ходят Сколько Он Проходит На Своем Корабле По Нашим Рекам И Озерам И Так Давайте Соберу Сборочку И Продолжим Нашу Работу И Так Свистать Всех Наверх Всех Построили Все Поставили Собрали Включили Вытяжку У Нас 13 6 За Бортом И Включаем Наш И Выставляем Сразу 31 Ампер Вот Так Что У нас Напряжение Вот Так Вот Потихонечку Напруга Пошла Так Ладно Не буду Затягивать Ролик И Буду Делать Регулярные Включения Потому Как Набирает Обороты Напряжения Вот Уже 17 Очень Хорошо Идет И Покажу Как О Вот Видите Опять Резко Как Пошло Так Поэтому Будем Делать Подпор Током Вот Так Вот Вот Так Оставляем И Остановочка На 21 Ампере Держим 18 Вод Подпираем Током У нас Не Автоматическое Зарядное Свойство А у Нас Обычная Инверторная Сварка Так Продолжаем Но Пока На 21 Ампере Держится В районе 18 Вольт Отлично Продолжаем Нашу Работу Прошло Чуть Больше Часа Нашей Работы И Мы Видим Уже 13 Ампер На Нашем Сварочном Зарядном Устройстве Так 12 Ампер И 18 Вольт Ровно Отлично Работаем Дальше Друзья Прошло Час 40 После Начала Нашего Дозаряда И Как Видим На 12 Ампер У нас Уверенно Держалась 18 Вольт И Началось Снижение Зарядного Напряжения На 12 Амперов Как только Началось Снижение Это Будет Считаться Окончанием Заряда Работу С этой Батареей Мы Останавливаем Батарея Полностью Заряжена Поэтому Сейчас Я Отключаю Зарядный Сварочник Или Сварочный Зарядник И Дадим Батарейке Час Состояться И Сделаем Кое-какие Замеры После Этого Отключаем Батарейки Отстоялись Полтора Часа Время На дворе 16.00 Сегодня Великий Праздник Нужно Выпить Обязательно Выпить За Победу Помянуть Своего Деда Воронцовского Константин Васильевич Который Погиб 8.00 Января 42.00 Года Пал Смертью Храбрых Всего Рябцева Смоленской Области И Сейчас Мы Сделаем Завершающие Замеры Тесты И На этом Ролик Будем Заканчивать Так Ну Для начала Давайте Все-таки Воспользуемся Вот такой Вилочкой Так 14.2 Еще Очень Большое НРЦ У нас Ну Прошло Всего Лишь Полтора Часа Так Ну Давайте Под Нагрузкой Отлично Держит Нагрузочку В Принципе Это У нас Тяговые Батареи Нам Пусковой Ток Как бы И не Нужен Ну В принципе Дрюкнуть Это Батарейка Сможет Какой-нибудь Автомобиль До Двух Литров С Двигателем Объемом До Двух Литров Так Ну Давайте Еще Вот Такой Замер Сделаем Он Тест Здесь Вообще Не при Девах Как бы Ну Давайте Посмотрим Сопротивление Так Мы Ставили 300 Или 350 По-моему 350 Ампер Условно Потому Что Еще раз Повторюсь Это Тяговые Батареи И Пусковых Свойств От них Ожидать Особых Не Стоит Ну Вот Параметры Которые Были 9 Процентов Посох Сейчас У нас 18 Пусковой Был 109 Сейчас 149 Так 149 НРЦ 1392 И Сопротивление Было 2560 Сейчас 1874 Работа Работа С этой Батареей Закончена Всех Еще раз Поздравляю С Великим Праздником Победы Всем Удачи Здоровья Прекрасного Настроения И Берегите Свои Батареи Всем Пока Друзья Батареи